В сегодняшнем выпуске «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете, как применять жертву Иисуса Христа в своей жизни. Не пропустите сегодняшний выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шалом, я Синтия, жена Равина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Да благословит вас Бог, Хаварим, и шалом, возлюбленные. Меня зовут мессианский Равин Кёрт Шнайдер. Я приветствую вас в сегодняшнем выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы находимся в особенной серии под названием «Пророческое исполнение Божьих осенних святых дней». «Евреевы» или «Язычник» – эта серия очень важна для понимания искупительного плана Бога. Я обращаюсь сейчас к верующим из язычников. Мы должны помнить, что Павел писал Коринфянам, что то, что мы называем Ветхим Заветом, а евреи – Танахом, написано не только для еврейского народа, но для всей церкви, для всех достигших кончины века. Мы рассматриваем Божий святой календарь, в котором есть Его святые дни. В 23 главе Левит, и эти назначенные Богом дни не только для народа Израиля, они назначены Богом для всех, достигших кончины века, потому что все они находят свое исполнение в Мессии и Иисусе. Бог желает, чтобы мы вспоминали о них и чему-то учились, потому что они говорят нам о Божьем искупительном плане. Мы сконцентрировались на осенних святых днях, и в нескольких последних выпусках, а их было всего три, мы говорили о празднике Труп, который зачастую называют Рошашана или Йом Труа. Я говорил о том, как этот день соотносится с возвращением Иисуса и с небесами. Я хочу призывать вас, если у вас не было возможности посмотреть прошлые программы, найдите их на нашем сайте, или посмотрите их на YouTube-канале. Это очень важный материал. Но сегодня мы идем дальше. Мы поговорим о следующем осеннем святом дне под названием Йом Кипур, что в переводе с иврита означает «день искупления». Итак, мы начинаем. Откроем книгу Левит, 17 главу, 11 стих. «Трава засыхает, свет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Итак, Левит, 17, 11. Дает нам главный принцип праздника Йом Кипур, «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает», говорит Господь. В Йом Кипур, первый священник еврейского народа, брал кровь быка и кровь козла и приносил ее сначала в Скинию, а потом в храм. Потому что Скиния была переносным святилищем, которое дети Божии устанавливали в пустыне. Но когда они пришли в землю обетованную, они превратили ее в постоянное строение, называемое храмом. Но в целом дизайн обоих строений был тем же. В самой задней части Скинии была комната, которая называлась Святое Святых. Внутри Святого Святых был ковчег Завета, а в нем находились скрижали с десятью заповедями. В Йом Кипур десять заповедей окроплялись кровью. Первый священник входил в Святое Святых и наливал кровь быка и кровь козла поверх ковчега Завета, который еще часто называют престолом милости. И когда Господь видел кровь на жертвеннике, на ковчеге Завета, Он прощал детей Израиля за их грехи в том году. Павел говорит об этой церемонии в Новом Завете в послании к евреям. Я прочитаю вам девятую главу послания к евреям, одиннадцатый и двенадцатый стих, а потом двадцать пятый и двадцать шестой, где Павел описывает древние библейские обычаи, о котором мы говорим, и то, что Иисус исполнил его. Итак, Слово Божие говорит нам. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скиней, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в освятилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своей». Иисус совершил древнюю церемонию Йон-Кипур, принеся себя в жертву. Первосвященник приносил в жертву кровь быков и козлов каждый год, но Иисус принес себя в жертву на кресте раз и навсегда. Когда Он висел на кресте, Его бок проткнули копьем, Его кровь была пролита раз и навсегда и стала средством от греха, удовлетворяющим Бога. Поэтому во время последней вечери Иисуса с учениками, которую мы часто называем причастием или вечерей Господней, это была пасхальная вечеря, Иисус поднял чашу с пасхальным вином или соком, Он благословил чашу и сказал, «Это кровь Моего завета для прощения грехов». Дело в том, что, когда Иисус был распят и умер, разорвалась завеса в храме, разделяющая святое от святого святых, куда первосвященник заходил раз в год, чтобы окропить алтарь кровью в день искупления. Но когда Иисус умер на кресте, завеса, разделяющая человечество от места, где пребывал Бог, от святого святых, разорвалась сверху донизу. Так говорит Писание. Для чего Бог подал такой знак? Что это означало? Бог хотел показать, что искупление за грех было совершено раз и навсегда через искупительную жертву Иисуса. Благодаря этому человечество теперь имеет доступ к Богу. Мы можем приходить к Божьему престолу. Раньше только первосвященник мог входить в святое святых раз в год, в емкий порт. Но благодаря Иисусу проблема с грехом человечества решена, и каждый человек теперь может приходить к Богу, зная, что наши грехи прощены, если мы приняли Иисуса. Мы имеем доступ к Нему. Но вот что я хочу, чтобы вы поняли. Несмотря на то, что кровь Иисуса окончательное средство Бога против греха, несмотря на то, что кровь Иисуса принесла искупление, и возможность каждому мужчине, женщине, ребенку, когда-либо жившему на земле получить прощение, то, что Иисус пролил свою кровь ради нашего искупления, не означает, что каждый человек получает прощение автоматически. Я хочу показать вам ключевое местописание об искуплении, о котором мы говорим сегодня, и продолжим говорить на следующей неделе. Итак, ключевое местописание. Давайте откроем с вами книгу Откровения, 12 главу, 11 стих. «Слово Божие говорит, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Я прочту это место еще раз, потому что в этом стихе содержится очень много важного для нас. И потом мы обсудим его детально. Итак, читаем еще раз. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Каким образом святые побеждают в последние времена? Через кровь Агнца. Они преодолевают. Недостаточно самого факта, что кровь Агнца была пролита, но они должны преодолевать кровью Агнца. То есть, с их стороны требуются усилия. Они должны сотрудничать с кровью Агнца, чтобы побеждать. Иисус сказал нам в Откровении 2 главе 7 стихе, что побеждающий наследует рай. То есть, мы побеждаем не автоматически, только из-за того, что Иисус пошел на крест и пролил свою кровь. Они победили через то, что приняли его кровь и подтверждали свою веру, своей жизнью и свидетельством. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства, и потому что не возлюбили души своей даже до смерти. Мы видим здесь три принципа. Кровь Агнца, их свидетельство, и их жизнь, посвященная Богу. Мы сможем лучше понять, что это означает для нас и как мы можем это применить, если вернемся на 3,5 тысячи лет и рассмотрим исход евреев из Египта и их спасение через кровь пасхального Агнца. Потому что кровь Агнца, на которую ссылается Писание в Откровении 12 главе, изначально уходит корнями в пасхальную историю. Поэтому, когда Иисус крестился в реке Иордан, Иоанн Креститель сказал о нем, «Вот идет Агнец Божий». Я верю, что мы сможем лучше понять, что значит они победили его кровью Агнца. Если рассмотрим кровь Агнца, пролитую 3,5 тысячи лет назад, мы увидим, как древние евреи применили эту кровь и спаслись. Мы откроем с вами книгу Исход 12 главу с 21 стиха. Слово Божие говорит, «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе Агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Теперь давайте поразмышляем. Дети Израиля должны были заколоть пасхального Агнца и аккуратно собрать всю кровь Агнца в сосуд. Ни одна капля не должна была упасть на пол, потому что эта кровь была весьма ценна. Но услышьте меня сейчас. Кровь в сосуде не могла никого спасти. Для того, чтобы кровь Агнца могла кого-то спасти, ею нужно было окропить каждый дом в Израиле. Каждая семья там должна была взять пучок из сопа и обмочить в кровь, которая была в сосуде, и потом очень аккуратно окропить этой кровью косяки дверей своего дома так, чтобы кровь не падала на землю. Затем они должны были зайти в дом и закрыть дверь изнутри. Они были под защитой в доме, двери которого были окроплены кровью Агнца. И только тогда, когда кровь была лично применена к ним, к их жизни, они были спасены. Это говорит о том, что сам факт того, что Иисус умер на кресте, еще не означает, что мы получаем спасение автоматом. Для того, чтобы Его смерть и кровь нас спасла, мы должны применить ее к своей жизни. А как это сделать? Откровение дает нам подсказку словом нашего свидетельства. Итак, мы прочитали. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. У нас нет где-то в сосуде крови Иисуса, который мы могли бы окропить свою жизнь телесно. Но как мы можем окропить свою жизнь кровью Иисуса и применить ее к себе? Мы окропляем себя кровью, мы применяем кровь Иисуса к нашей жизни через наше слово. Сейчас мы с вами посмотрим в Слове Божием, что может совершить для нас кровь Иисуса. Мы увидим, какие благословения приходят к нам через кровь Иисуса, если мы применяем ее к своей жизни через исповедание уст. Услышьте меня. То, что мы говорим, имеет сверхъестественную силу. Вы приняли спасение, исповедав свою веру. Я покажу вам этот принцип через фундаментальное местописание, которое вы наверняка слышали. Это послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Слово Божие говорит, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Итак, мы уверовали в Иисуса и исповедовали Его своим Господом. Этот принцип относится и к крови. Мы верим в эффективность и в силу крови. И мы исповедуем благословение крови Иисуса над нашей жизнью. И таким образом мы получаем благословение и принимаем силу, чтобы побеждать. Давайте посмотрим, что Слово Божие говорит о крови Иешуа. И затем мы применим это к себе через личное исповедание уст в нашу жизнь. Мы будем говорить о крови Иисуса над нашей жизнью и побеждать, как мы прочитали в Откровении 12 главе. Прежде всего, мы видим, что через кровь Иисуса мы имеем искупление. Давайте откроем послание к Ефесианам, 1 главу, 7 стих. Тут сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Быть искупленным означает, что за вас был отдан выкуп, за вас заплачена цена. Когда Адам согрешил, когда он послушался голоса дьявола вместо голоса Бога, что-то произошло, и Богу пришлось нас заново выкупить для себя. Как он это сделал? Он сделал это через кровь Агнца. В Ефесианам 1, 18 сказано, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Только подумайте. Господь пролил Свою кровь, чтобы искупить нас, то есть кровью Иисуса. Он заплатил выкуп за нас и снова выкупил нас для Себя. Для чего Он нас искупил? Просто чтобы простить нас? Нет. Не только для того, чтобы Он мог нас простить, но Он искупил нас, возлюбленные, как Свою невесту. Иисус умер на кресте не только для того, чтобы простить нам наши грехи. Он умер для того, чтобы сделать нас Своей невестой, чтобы вступить с нами в брачный союз. Павел молится, «Да просветит Бог очи сердца вашего, дабы вы познали, какое богатство славного наследия Его для святых». Это означает, что вы настолько драгоценны для Бога, что Бог заплатил цену за вас и искупил вас кровью Иисуса. Первое послание Петра 1, 18 говорит, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, вы искуплены, возвращены Богу Отцу, как невеста Иисуса, через кровь агнца». И теперь мы применим принцип, данный нам в Откровении 12 главе 11 стихе, что мы побеждаем кровью агнца и словом свидетельства своего, и будем исповедовать над нашей жизнью и в нашу жизнь кровь Иисуса и ее искупительную силу. 106 Псалом, 2 стих. «Тогда скажут избавленные Господом». Давайте сейчас сделаем личное исповедание. Повторяйте за мной. Мы применяем кровь Иисуса к нашей жизни через свои уста. Повторяйте за мной. «Отец Бог, Господь Иисус, спасибо Тебе, Иисус, что Ты искупил меня Своей кровью. Я благодарю Тебя за Твое искупление. Я люблю Тебя и отдаю Тебе свое сердце. Я благодарю Тебя за искупление. Отец, я провозглашаю, что я искуплен. Твой Сын, драгоценный агнец Божий, заплатил цену за меня, возлюбленные». Подходя к концу сегодняшней программы, я прошу вас помнить, что кровь Иисуса течет всегда. Она всегда присутствует и всегда имеет силу. Силу для вас. Бог вас очень сильно любит. Он послал Своего Сына пострадать за вас, потому что у Него есть план, который намного превыше ваших представлений. В Библии сказано, «Не видел того глаз, не слышало ухом и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим его». У Бога есть предназначение для вашей жизни. Он искупил вас, чтобы вы были Его возлюбленной невестой. «Вы искуплены кровью Агнца». В 19 главе Откровения мы видим кульминацию «Брачный пир Агнца». Иоанн пишет, «Блаженны те, кто приглашен на брачный пир Агнца». Те из вас, кто знает Иисуса, будут на этом пире. За вас заплачена особая, несоизмеримая цена. Вы куплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Эта цена заплачена за вас. Настолько вы ценны для Бога. Не видел того глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я молюсь, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, чтобы вы уразумели надежду вашего призвания и невероятное наследие, которое Бог имеет для своей церкви, для своего народа. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас. Бог желает, чтобы мы ходили в любви. Когда мы знаем, что мы любимы, мы можем ходить в любви. Бог любит вас. Вы любимы. Ваша ценность и идентичность не в том, как относятся к вам люди. Они никогда не будут относиться к вам, как вы заслуживаете. Подумайте, что мир сделался Иисусом. Они его распяли. Они в него поливали и били палками. Над ним смеялись. Его высмеивали. Вы не узнаете, кто вы, потому как к вам относится мир, но только через Слово Божие. Бог вас сильно любит. Он послал своего Сына пролить кровь за вас. Благодаря этому вы искуплены и наследуете небеса. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел 6 главе. Господь сказал Моисею, «Так благословляй народ Израиля, провозглашая над ними. Яхве да благословит вас, и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». И Господь сказал, «Так благословляй, сынов Израиля, и я нареку имя Мое над ними». Я хочу произнести это благословение в вашу жизнь, возлюбленные. Библия говорит о том, что вы привиты к обществу Израиля. Поднимите сейчас свои руки в вере и примите благословение вашего Отца. Иисус Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом! Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем. И вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать. Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой. Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. В следующей программе узнаете, как вы можете применить жертву Иисуса Христа в своей жизни. Не пропустите эту захватывающую программу. Привет, друзья! С огромной радостью хочу поделиться тем, какое влияние имеет это служение в жизнях людей по всему миру. Я вас, вы из Уганды. Я смотрю вашу программу по Lighthouse TV. Теперь я рожден свыше. Я был мусульманином, но Бог использовал вас, чтобы изменить мою жизнь. Теперь я верю в еврейского Иисуса. Васва на Фейсбуке. Равин Шнайдер, восемь месяцев назад я отступила и попала в больницу. По телевизору шла ваша удивительная программа. В конце программы вы спросили, ощутили ли мы что-то? Я снова посвятила себя Господу. Я плакала. Я почувствовала себя снова дома. Дебора Истинеси. Слава Богу, возлюбленные, вы должны знать, что именно через ваши молитвы и вашу финансовую поддержку мы смогли достичь эти две драгоценные души и тысячи других душ для Иешуа. Возлюбленные, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим во Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности, Мессии и Иисусе. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить Его народ, Его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему не только в духе, но и в истине. Я хочу просить вас поддерживать меня и стать ежемесячным партнером, чтобы я мог продолжать распространять Евангелие по всему миру и помогать церкви понять иудейские корни нашей веры. Бог призвал меня участвовать в подготовке мира к Его возвращению. Я прошу вас сделать сегодня ваше лучшее пожертвование Господу. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютюбе, загружайте учения Равина через наше мобильное приложение, а также читайте особые письма от Синтии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова